41-я сессия Государственного собрания Мордовии началась с отчета. Министр финансов Республики Сергей Тюркин доложил депутатам о наполняемости региональной казны в этом году. Предварил его выступление спикер Владимир Чебиркин сообщением, что доклад будет радостным. За январь-сентябрь 2024 года поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканского бюджета составили 31,592,000,000 рублей. Это на 6,355,000,000 рублей больше аналогичного периода прошлого года. Темп роста составляет 125%. Действующие годовые прогнозные назначения на сегодняшний день исполнены на 80%. Отмечается рост по всем бюджетнообразующим доходным источникам. Так, по налогу на доходы физических лиц поступления увеличились на 2,283,000,000 рублей или на 132%. После многочисленных финансовых выкладок прозвучало главное. В этом году в бюджет Мордовии поступит доходов почти на 2,0,000,000 рублей больше запланированного. И суммарно размер региональной казны превысит 65,0,000,000. Следующий вопрос также касался денежных потоков. На этот раз с инициативой выступил Минлесхоз Республики. Руководитель министерства Адель Галиулин предложил депутатам изменить существующий порядок. Сейчас 100% штрафов за негативные воздействия на окружающую среду поступают в муниципалитеты. А можно было бы 40% оставлять в региональной казне. Адель Галиулин пояснил суть закона проекта. Его принятие позволит аккумулировать эти средства в республиканском бюджете, что является необходимым условием реализации согласованного с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации республиканского плана мероприятий по охране окружающей среды, указанных в федеральном законе об охране окружающей среды, так называемые окрашенные платежи. Мероприятия, включенные в указанный план, имеют большую стоимость, и их реализация на уровне местных бюджетов не представляется возможной. Бурную дискуссию на этой сессии вызвало выступление министра образования Мордовия. Елена Солдатова отчитывалась, как был организован детский оздоровительный отдых в этом году. Всего 23 загородных лагеря и 373 лагеря с дневным пребыванием. Отмечу, что по доступности инфраструктуры загородного отдыха детскому населению Мордовия в 2024 году занимает второе место в округе после республики Татарстан по коэффициенту доступности. Такой результат, несомненно, был достигнут благодаря системной работе по сохранению и модернизации базы детских лагерей, начиная с 2022 года. На эти цели уже потрачено более 340 миллионов рублей. 45% из республиканского бюджета, остальное – федеральные субсидии. Евгений Волков, Евгений Фролкин. Наши новости.